МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, однажды девушка из бельгийской деревушки Эромеден пошла в Динан на рынок, чтобы продать продукты своего натурального хозяйства. Круглый эромеденский сыр, сливочное масло и яйца. Но по дороге споткнулась, упала, все яйца разбила, с сыром маслом перемешала, но не расстроилась. Забежал по дороге к булочнику, тот из получившейся смеси приготовил пирог. Да, знал бы, где упасть, не получился бы пирог. Кстати, говорят, и по сей день традиционный Динанский фламиш именно такой. 500 граммов дрожжевого сдобного теста, 250 граммов сливочного масла, 500 граммов сыра типа булет и 13 яиц на пирог в диаметре 30 сантиметров. Неплохо. Впрочем, сейчас фламиш – это популярное кулинарное произведение Севера Франции и Фландрии, выпекают чаще с сыром и овощами. А самые-самые известные делают с луком-порием. В Пикардии, где фламиш называют фламик, в качестве начинки используется тыква и изготавливают подобные пироги не только на дрожжевом тесте. Может быть, и слоеное. Как раз готовое слоеное тесто использовали и мы сегодня, дабы придать процессу дополнительное ускорение. Бекон и лук решили, тоже нам подходит, дабы блюдо получилось с более ярко выраженным характером. Но и традиционная заливка яйцами, нам, признаться, тоже очень нравится. Получается эдкий экспресс-рецепт для семейного стола. Открытый пирог фламиш с беконом и луком. Лук нарезать, тесто раскатать и выложить в форму. Распределить по тесту лук и бекон в кусочки сливочного масла и сыра. Присыпать зеленью, залить взбитыми солью и перцем яйцами. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов 30 минут. Еще раз повторю, можно обойтись и минимальным набором ингредиентов. Только тесто, кусочки сыра, кусочки сливочного масла, плюс яичная заливка. Получится по-хорошему экономно и по-настоящему, как и полагается пирогам, аппетитно. Приятного аппетита и все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok